Всем привет! В эфире программа «Все лучшее детям» и я ее ведущая Дарья Козина. Молодые и даже опытные родители ежедневно сталкиваются с множеством проблем и вопросов Как вылечить, чем кормить, во что одеть, как воспитывать, чем развлечь и при этом не сойти с ума В нашей передаче вы найдете лайфхаки, ответы на вопросы от специалистов в разных сферах и актуальные новости для всей семьи Беззаботное летнее время подошло к концу, для многих детей и их родителей наступает школьная пора Для кого-то это волнительное вступление в новый этап жизни, для кого-то рядовой переход в другой класс В любом случае забот у родителей немало В этом выпуске мы расскажем, как собрать все необходимое и морально подготовиться к школе К новому учебному году родителям нужно много всего купить Школьную форму, канцелярию, обувь и рюкзаки Аналитики выяснили, что расходы россиян на сборы ребенка в школу выросли в среднем на 9% В городах-миллионниках В Нижнем Новгороде прирост составил 10% В прошлом году нижегородцы потратили около 11 500 рублей В этом году готовность к школе обошлась в 12 600 Мы решили выяснить, сколько нужно отдать на одежду и принадлежности в нашем городе Больше половины саровчан потратили от 10 000 рублей и выше Чуть меньше потратили около 5% опрошенных Взяли из семейного бюджета меньше 7 000, около 7% Многие принадлежности приходится докупать впритык к 1 сентября, а то и на протяжении всего учебного года О том, где выбрать качественные канцтовары без ущерба для бюджета, расскажем в нашем репортаже Подготовка ко дню знаний начинается задолго до наступления осени Покупка школьной формы и канцтоваров становится главной задачей для родителей Если у них первоклашка, шоппинг и вовсе превращается в квест В этом году цены на канцтовары выросли Но на 2,5-3 тысячи рублей собрать основные принадлежности реально Без учета самой дорогостоящей покупки – рюкзака Грамотно подобрать один из главных школьных атрибутов и не разориться помогут консультанты магазина «Скулхаус» Во-первых, надо смотреть, какого телосложения ребенок Если ребенок крупненький, можно, конечно, и побольше взять Сейчас они все рюкзаки идут, есть меньше 700 грамм, есть до килограмма До килограмма, по сути, подойдет всем Рюкзаки есть ортопедические, все планки у них меняются, поднимаются, опускаются Под спину любого ребенка все можно подобрать и подрегулировать Потому что он будет находиться с утра до вечера с этим рюкзаком, чтобы было все удобно И такие рюкзаки сейчас после что в них ничего не мнется, они каркасные В современных рюкзаках основное отделение очень большое В него поместятся все учебники, тетрадки и даже гаджеты Для всего этого есть специальные органайзеры, которые помогут зафиксировать, к примеру, телефон и ключи В магазине «Скулхаус» представлен большой выбор портфелей для начальных и старших классов Здесь же вы найдете все наполнение – тетради, пеналы, ручки и карандаши на любой вкус Несмотря на использование в школах электронных дневников, печатные до сих пор пользуются спросом Некоторые учителя, некоторые дети все-таки их покупают И покупают все равно много В основном записывать удобно, когда интернет у кого-то не работает И дети привыкают лучше, когда пишут А дневники тоже выбор у нас есть, хороший С начала июня «Скулхаус» переехал с 4-го на 3-й этаж торгового центра «Атом» Теперь пространства стало больше Кроме школьных принадлежностей, в магазине можно найти товары для офиса и творчества Игрушки для детей и подарочные наборы Если какого-то товара нет в наличии, привезут на заказ Все необходимые товары для школы, работы и дома в одном месте Магазин «Скулхаус» работает ежедневно с 10 утра до 9 вечера В торговом центре «Атом» 3-й этаж К сожалению, не каждая семья может позволить купить детям даже минимальный базовый набор школьных принадлежностей Им на помощь уже несколько лет приходят волонтеры В рамках общегородской благотворительной акции «С миру по листочку» Они собирают пожертвования в нескольких торговых центрах города Все собранные средства идут на покупку необходимых школьных вещей для детей Оказавшихся в трудной жизненной ситуации Скольким семьям удалось помочь в этом году, узнала наша съемочная группа Традиционный ежегодный сбор средств для благотворительной акции «С миру по листочку» В этом году проходил на трех точках города В торговых центрах «Атом», «Куба» и «Плаза» Волонтеры стояли на сборах со специальными ящиками, куда можно было опустить любую сумму Все пожертвования пошли на закупку канцелярских товаров и школьных принадлежностей К первому сентября для детей из малоимущих семей Сейчас управление соцзащиты помогает, как всегда, делать список То есть они выбирают малоимущие семьи с детьми Где школьники, где много школьников, где есть первоклассники И они составляют список А мы готовим, вот собираем средства, готовим оптовую закупку Подарки к школе получат все категории ребят Как первоклассники, так и дети средних и старших классов Для каждой категории предусмотрен свой школьный набор Первоклассники получат портфель со всем необходимым Остальные ребята – то, что нужно для учебы, для их возраста Это доброе дело, и потому что с волонтерским центром я дружу, хочется ему помочь В этом году я решила принять в этой акции участие в первый раз Потому что мне показалось это очень необходимым и очень, так сказать, благородным Когда мы можем помочь тем, кто в этом действительно нуждается Даже не столько благородным, сколько просто по-человечески По итогам акции в этом году в ТЦ удалось собрать 185 тысяч рублей Не считая зачислений через QR-коды Эти деньги помогут 400 детям Среди них 40 первоклассников 30 портфелей волонтеры передадут школьникам из Энерго-дара Первые дни в школе – волнительный этап для детей и родителей Первоклассники знакомятся с новым для них миром Средняя школа привыкает к дополнительным учебным требованиям И борется с переходным возрастом А 9-м и 11-м классам предстоит сдать экзамены Как мягко подготовить ребенка к школьным будням И помочь справиться со стрессом Выясняли у психолога Кристины Самохиной Как вообще определяется психологическая готовность к школе? То есть, как определить ее, например, у ребенка? В целом, психологическая готовность к школе – это уровень готовности ребенка старшего дошкольного возраста К успешному усвоению программы в среде сверстников То есть, во-первых, период такой, когда ребенок переходит от ведущей деятельности игры к обучению То есть, это очень важный период – период адаптации Важно в этот момент поддержать очень ребенка Потому что для него это новая сфера деятельности И взрослый уже переходил эту ступень, а он еще нет Поэтому важна поддержка взрослого и его защита, опора То есть, важно, чтобы ребенок чувствовал, что его поддерживают в любом его начинании С какими трудностями школьник сталкивается, когда только-только пресек порог школы Это и новые люди в плане педагогов, новые наставники какие-то, на которых они должны опираться, ориентироваться Тоже доверять в каком-то смысле Это и одноклассники, с которыми, возможно, не сразу все хорошо срастается Вот с чем он сталкивается и как, возможно, это можно избежать? Помимо того, что ты перечислила, еще возросшая ответственность То есть, у ребенка не было раньше столько ответственности Он играл, у него был определенный режим, иногда его и отсутствие А теперь есть четкие рамки, сколько он должен делать, когда он должен вставать Сколько уроков выполнять И это где-то сковывает ребенка То есть, ему важно помочь в этом Потому что раньше у него такой ответственности не было Как ты уже сказала, очень много взрослых новых, которым нужно подстроиться В этот период очень важно общение со сверстниками ресурсное Потому что новый коллектив, новые знания, они дают тоже определенный отпечаток, нагрузку И важно ребенка поддержать Могут быть истерики, могут быть капризы Родители не всегда к этому готовы То есть, ребенок может срываться, у него может ухудшиться сон Где-то может быть недержание даже Потому что у ребенка большая ответственность, которую он на сегодня, возможно, не может взять на себя И постепенно родители делегируют ему эту ответственность То есть, сначала важно быть рядом с ним, потом потихонечку передавать И еще важно самому родителю быть к этому готовы Потому что сейчас на первое место выступает авторитет учителя уже, а не родителя То есть, не каждый родитель готов эту ответственность передать Важно, чтобы родитель постепенно отпускал ребенка от себя То есть, был рядом, но не выполнял за него действия То есть, если родитель будет без просьбы самого ребенка выполнять за него все то ребёнок не получит этот опыт преодоления трудностей. Важно быть рядом, но не выполнять за него. Если мы говорим про режим дня какой-то, потому что выход из зоны комфорта тотальный, как бы его грамотно так выстроить? Стоит ли нагружать ребёнка ещё какими-то доп. занятиями, сразу прямо с лёту? Даст ли это какое-то разнообразие отвлечений или, наоборот, нагрузит ребёнка ещё больше? Если говорить именно о графике, удобно, чтобы ребёнок 3 часа после школы отдохнул. Это очень важно. Возможно, ему захочется поспать. Можно выделить полтора часа на сон. На какие-то подвижные игры прислушаться к своему ребёнку. Может быть, ему просто хочется ничего не поделать. То есть полежать, отдохнуть, посмотреть в потолок. То есть прислушаться, что ему важно в данный момент. По поводу кружков тоже. Здесь важна дозировка не более 2-3 кружков и желательно через полгода после начала обучения, для того, чтобы у ребёнка был вот этот запас, к которому он может адаптироваться элементарно. И ещё важно выделять вот этот период. То есть если ребёнок сел выполнять домашнее задание, нужна дозировка. То есть там каждые 20 минут какой-то перерыв небольшой. Пусть 5 минуточек. Убрать всё со стола. То есть только необходимая ручка, тетрадка. Составить план. Можно такой бегунок повесить, чтобы ребёнок галочками отмечал, что он уже сделал. К примеру, открыл дневник, посмотрел домашнее задание. Первым лучше выполнять самое сложное. Например, это математика. А второй уже русский язык, чтение и так далее. То есть от сложного к простому, чтобы внимание не рассеивалось. Чем можно замотивировать ребёнка? Потому что я знаю, что многие родители мотивируют детей какими-то финансовыми моментами. Да, это какими-то карманными деньгами чуть ли не с первого класса. Или какими-то подарками, например. Купим тебе телефон, купим тебе планшета и прочее. Или наоборот, будем давать тебе играть в этот телефон. Правильно ли это тактика? Или ребёнок со временем будет обесценивать какие-то такие вещи? Важное замечание по поводу денег, обесценивания. Здесь, наверное, важно почувствовать, какой ребёнок. Что ему будет интересно. Кому-то важна действительно денежная мотивация, а кому-то интереснее именно времяпрепровождения с родителем. Потому что ребёнок чувствует, когда в нём заинтересованы. Не спрашивайте у него с порога, какая у тебя сегодня оценка. Что ты сегодня делал, какие эмоции испытал, что для тебя было важно в этом дне. То есть важно ребёнку дать понять, что ты ему интересен, а не его оценки. И ещё передать такой самый главный посыл, что оценка – это оценка его деятельности сейчас, а не в целом оценка личности. Потому что он может принести плохую оценку, самооценка его так сильно понизится, и ребёнок ещё ему скажет, что ты не мог лучше, точнее родитель. Бывает, родитель требует только пятёрок, и если даже четвёрка, то для ребёнка это равносильно большому греху, так скажем. То есть важно ребёнку передать, что это оценка текущей его деятельности. И всегда эту оценку можно исправить. Если вдруг что-то пошло не так, то есть первоклашка сходил в школу, и через пару дней в слезах я больше туда не пойду, не хочу, или там третиклашка говорит, у меня не получается, я бросаю. Учитель и психолог, он должен быть партнёром для родителя, для совместного решения вот этой проблемы. То есть если родитель чувствует, что что-то не так, то он не просто так это чувствует. То есть вовремя обратить внимание, что с ребёнком не так. Может быть, он действительно устал, у него случилась перегрузка, он там посмотрел на сверстников. Вот, кстати, важно не сравнивать ребёнка с другими. Сравнивать можно его только с предыдущими его успехами, а не с тем, что Маша сделал лучше, Маша лучше стихотворение читает и так далее. То есть поддержать в том, что он уже делает хорошо. Знаете, вот морковка впереди висит, её легче взять, если сзади уже куча морковок. То есть акцент на то, что ребёнок уже умеет. И тогда ему проще достичь чего-то нового. То есть он уже опирается на свои сильные стороны. И зона ближайшего развития, как говорил Выгодский, она вот где-то уже рядом. То есть мы можем ему всегда поддержать и помочь. И родители – это самый главный друг. То есть тогда в подростковом возрасте не будет того бунта, который может быть, если его вовремя не поддержать. То есть вести его по всем этапам, в любой момент. В третьем классе, во втором, в четвёртом. Какой-то может быть переломный момент, когда ребёнок осознает, что неинтересно ему стало. Что-то надо менять, заинтересовать. Провести с ним время, поощрить. То есть когда ребёнок понимает, зачем он это делает, например, в том числе, чтобы побыть дольше с родителем. То есть где-то 15 минут качественного общения с родителем может заменить просто присутствие с ним рядом родителя 24 на 7. То есть важно быть с ним рядом, смотреть контакт глаза в глаза и разрешать его какие-то внутренние проблемы, противоречия. Проблемы детей до 14 лет – это проблемы значимых взрослых. Возможно, что-то во мне не так, что ребёнок сейчас себя так чувствует. Где-то можно мне в себе изменить, показать примером. Допустим, мама учится, она говорит о том, что у меня учёба, это мне интересно потому-то, потому-то. Ребёнок видит, он заражается. То есть если самому родителю ничего не интересного, тогда и ребёнка падает мотивация. Так затронули тему подростков, да, и так, и без того сложный период. И чаще всего дети к школе относятся равнодушно уже к этому возрасту. Во-первых, важно знать, что действительно ведущая деятельность – это уже общение, нежели чем обучение. То есть действительно он может, подросток может заскучать, потому что уже неинтересно, уже не так интересно. Здесь важно снова вернуться к переоценке ценностей. Меняются приоритеты, меняются смыслы, он ищет себя. Снова вернуть его к тем вопросам, которые были ещё в первом классе. А что для тебя важно? Что тебе интересно? Как тебе сейчас помочь? Нужна ли моя помощь, поддержка? Снова быть рядом, снова быть более терпеливым, потому что могут быть и взрывы, могут быть и какие-то всплески эмоциональные. Но здесь важно понять, что опереться можно только на то, что сопротивляется. Если он сейчас проживает этот период, значит всё хорошо. Где-то не лезть, дать ему свободное пространство, доверие, потому что некоторые родители продолжают делать за ребёнка. И таким образом они только формируют у него выученную беспомощность. А здесь важно уже доверять больше и отдавать ему ещё больше эту ответственность. И осознавать, что действительно родители уходят уже ещё дальше на второй план. Но задача родителя – научить самостоятельно ребёнка справляться с всеми трудностями, задачами. Это, наверное, лучшая функция родителей, когда ребёнок уже начинает справляться без него. И плавно-плавно мы переходим к тому, что подросток – это самый, наверное, интересный возраст, в котором формируются новые смыслы и приоритеты. Все родители мечтают, чтобы их дети выросли добрыми, умными и счастливыми людьми. На пути к заветной цели поможет наша передача. С вами была Дарья Козина. До новых встреч. Пусть родительство будет в радость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»